приветствую вас на своем канале готовим просто вкусно быстро предлагаю вашему вниманию 5 блюд на приготовление которых нам потребуется всего 1 килограмм фарша он может быть любым с такими рецептами вы сэкономите свой бюджет и накормить вкусно всю семью если вы еще не подписались на мой канал то обязательно подпишись и не забудьте нажать на колокольчик оповещений так начинаем домашний с фрикаделька я беру килограмм филе куриной грудки пропускаю и и делю фарш на 5 частей получается по 200 грамм одну часть оставляю остальные раскладываем пакетом и убираю в холодильник каждый день будем готовить новые блюда из 200 граммов фарша насыпаю миску муку у меня 110 грамм солю и и делаю в ней вот такое углубление разбиваю сюда одно яйцо вес яйца вместе с курлубой 65 граммов и начинаю вот так потихонечку посыпать мне муку и замешивать тесто старайтесь чтобы яйцо не убегал из лунки беру разделочную доску продолжаем месить затем готово тесто раскатываю в тонкий пласт можно оставить его немного подсохнуть а потом нарезать но я слегка присыплю мукой и нарежу сразу оставляю лапшу сохнуть беру 200 граммов фарш буду делать из него фрикадельки солю перчу можно больше ничего не добавлять но мне нравится чтобы у них был вкус поэтому я добавляю фарш мелко нарубленный лук чеснок и укроп фарш хорошо вымешиваю смачиваю руки водой и делаю вот такие шарики пока их уберу шинкую лук и нарезаю мелкой соломкой морковь можно ее просто натереть на терке еще я люблю класть поджарку сибирьки петрушки и укропа мелко их шинкую все продукты подготовила вода закипела солю и и выкладываю подготовлены фрикадельки даем закипеть нагрев убавляю и варю и 10 минут пока варится фрикадельки сделаю поджарку наливаю в сковороду подсолнечное масло выкладываю нашинкованные стебельки лук и морковь все перемешиваю я еще для цвета добавляет поджарку сумму она придаст суп и золотистый цвет фрикадельки сварились можно их вынуть но я оставлю в кастрюле выкладываю поджарку даю супу закипеть и кладу лапшу я буду использовать и всю так как кастрюльку я небольшая всего полтора литра даю супу закипеть нагрев убавляет до минимума не нужно чтоб суп бурлил и варю его три минуты за одну минуту от готовности добавляю мелко нарезанный зеленый лук петрушку лавровый лист готовый суп разливая по тарелкам вот такой суп у нас получился вкусный ароматный и красивый приятного аппетита следующим нашим блюдом будет запеканка из капусты в ней всего 83 калории пропускать через мясорубку можно конечно мелко нашинковать и протереть все руками чтобы она была мягкая но так быстрее отжимаю сок и выливаю он нам не нужен кладу в капусту подготовленный фарш шинкую мелко лук и чеснок отправляем в миску добавляю сюда укроп солю перчу вожу желток одного яйца добавляю одну столовую ложку муки все хорошо вымешиваю форму смазываю подсолнечным маслом посыпаю сухарями и выкладываю подготовленный фарш смазываю его сметаной панировочные сухари насыпаю сыр все перемешиваю и посыпаю этой смесью запеканку ставлю в духовку на 220 градусов на 20 минут готовность проверяйте ножом время может быть больше достаю готовую запеканку вот такая золотистая корочка у нее получился разрезаю на порции подаю к столу хоть капуста здесь больше чем мясо но все равно она получается очень сытные и вкусные приятного аппетита называю я выгодные они действительно таковыми являются получается сочным и очень вкусными и в то же время если у вас наличие много мяса то вполне достаточно чтобы кормить семью вкусным ужином или обедом давайте готовить натираем на мелкой терке картофель отжимая его крахмал сливаю также натираем морковь на мелкой терке добавляю сюда мелко рубленый чеснок мелко шинкую лук и капусту если капуста жесткая то перетрите ее или пропустить через мясорубку я еще добавляю сюда мелко порезанные стебельки петрушки и укропа кладу подготовленный фарш солю перчу можно добавить любую приправу какую любите вымоченную молоке можно в воде булочку фарш хорошо перемешиваю и отбиваю его насыпаем тарелку панировочные фаре форму и котлеты обваливаю их ступаря наливаю на сковороду масло и выкладываю котлеты нагрев убавляю чтобы они не пригорели накрываю крышкой и обжариваю их с обеих сторон до золотистого цвета 5 минут с каждой стороны в конце добавляю буквально одну столовую ложку воды ставлю нагреть на минимум и довожу в последствии готовим овощи внутри не должны быть сырыми вот такие котлеты у нас получилось подать их можно с любым гарниром или салатом получились они очень сочными овощи внутри приготовились жаль камеры не передают запах и аромат приятного аппетита пельмени по рецепту моя свекрови назвала на их бюджетами хоть они и бюджетные но очень вкусные поскольку у меня фарш из куриной грудки то получаются они еще и низкокалорийные первое что делаю готовлю фарш для него я предварительно отварила рис до полу готовности добавляю его в подготовленный фарш сюда мелко режу зеленый лук добавляю нарезанный укроп и мелкорубленный чеснок его не жалейте солю перчу кладу хмели-сунели добавляю немного воды чтобы фарш был сочнее хорошо все перемешиваю и отбиваю его пока уберу теперь приготовлю тесто насыпаю просеянную муку делаю в ней углубление разбиваю яйцо солю поливаю воду чуть меньше половины стакана примерно 70 грамм начинаю быстро замешивать тесто при таком способе она получается мягким и в то же время не разваривается готовый тесто накрывая и даю постоять ему 30 минут для того чтобы набухло кальковину и тесто стало более эластичным раскатываю можно сделать их на пельмениц я обычно ей пользуюсь но сегодня сделаю самолепные выкладываем подготовленный тест и фарш и делаю вот такие пельмешки получается они довольно-таки большие все готовы из этого количества фарша получилось 37 штук но каких каждый весом по 40 грамм буду солю выкладываю пельмени добавляю сюда лавровый лист и сухой укроп мне так больше нравится варю 7 минут пока не варится приготовлю к ним соус кладу сметану немного томатной пасты чеснок укроп солю перчу все перемешиваю вот такие пельмешки у меня получилось я люблю их есть бульоном подаю к ним соус как они выглядят на разрезе попробуйте приготовить получается очень вкусными и сытыми вкус пельменей будет зависеть от мяса из которого приготовлен фарш приготовим что-то наподобие итальянской пасты беру подготовленный фарш обжариваю воду добавляю лук и мелкорубленный чеснок обжариваю все до готовности солю кладу томатную пасту одну столовую ложку перчу добавляю немного бускатного ореха и бель добавляю сюда немного воды она должна закрыть мясо и тушу все 15 минут пока все это готовится отвариваю спагетти сливаю с них воду выкладываю их подготовленный соус накрываю крышкой и даю настояться пару минут можно добавить сюда сыр но я кладу его в тарелку посыпаю натертым сыром и зеленью все можно есть у нас это блюдо самые любимые вот такие пять простых блюд можно приготовить имея в наличии всего килограмм фарша надеюсь вам понравились рецепты его обязательно что-то из этого приготовите оставьте свой комментарий мне интересно ваше мнение спасибо что смотрите меня всего доброго до свидания